Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот лесного машиностроения, а также интенсивного лесопользования и воспроизводства лесов. И так далее, и так далее. Ну, мы решили тогда, что картина, наверное, будет не совсем полной, если мы не пообщаемся с конкретным, собственно, работником ЛПК, с конкретным предприятием. Сегодня это Хольцхаус, генеральный директор компании Хольцхаус, Николай Юферев. У нас в студии, Николай, добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Ну, я напоминаю, что Хольцхаус, собственно, не первый год существует, работает на территории нашего региона, в этом году 20 лет исполняется Хольцхаус, если в 98-м году она была создана. Да, это история семейного бизнеса. В 98-м году родители основали первое предприятие в городе Котельнич. Поближе, пожалуйста, к микрофону. И вот уже сейчас эти предприятия не разрослись, и мы уже свою деятельность продолжаем в рамках приоритетных институционных проектов. Всего у вас предприятий три, да? Доровской, Котельнический и Лузский районы. Да, ну, наиболее динамично развивающиеся – это Доровской и Луза. Это как раз в рамках вот этих вот инвестиционных проектов. В рамках вот этих приоритетных институционных проектов, да. Ну, про инвест-проекты мы, безусловно, поговорим, но хочется начать, раз у нас вот региональная власть ставит задачу серьезную в увеличении поступления налогов в областной бюджет, давайте с этой темы начнем. Вот ваши предприятия сколько приносят? Да, вот... Вулей, так сказать. Было много информации в связи с тем, что вот Луза у нас, помимо приоритетного институционного проекта, она является проектом по развитию моногородов, и она работает с фондом развития моногородов, поэтому проект он такой публичный, и было очень много информации по налоговой отдаче проекта всех, и было много немножко неверно сказано, и я поэтому хочу немножко эту информацию прояснить. У нас два институционных проекта, это «Стролес» в поселке Даровской и «Хольсхаус» непосредственно в моногороде Луза. Я хочу по «Стролесу» начать. То есть за прошлый год во все уровни бюджета мы перечислили 46 миллионов рублей. Налоговая отдача составила от проекта. Вот прогноз на 2018 год, это около 50 миллионов рублей. Также проект на сегодняшний момент он завершен. Где-то процентов на 5, да? Да, ну у нас стабильный рост где-то в районе 50 процентов, то есть в 2016 году 41 миллион рублей мы перечислили, в 2017-м 46 миллионов. А когда вообще проект начинался, там какие примерно были отчисления? Проект начинался в 2009 году, ну я там сейчас не помню, какие отчисления были. Понятно, они были меньше, но на старте проект, с чего брать отчисления, если еще нету невыручки. А там льготы какие-то были на первоначальном этапе? Нет, льгота только идет в том, что мы без аукциона получаем участок леса. По «Стролесу» это 100 тысяч кубов, это достаточно небольшой участок. Надо сказать, что вот из «Стролеса» и «Хольцхаус» это самый маленький инвестиционный проект в плане той расчетной лесосеки, которая под них передана. 100 тысяч кубов в год, да? 100 тысяч кубов в год, да. То есть «Стролес» это самый маленький, 100 тысяч кубов, а «Хольцхаус» это второй по меньшинству, там 130 тысяч кубов. Ну так, для справки, у нас некоторые колхозы в Кировской области обладают расчетной лесосеки там 80-60 тысяч кубов. Ну, в общем-то, сопоставимо. Они ведь тоже получают без аукционов ее, да? Как в качестве такой меры поддержки, можно сказать, да? Ну, они просто исторически на тех землях, где находился лес у колхозов, он передан им в аренду. Долгосрочную. Долгосрочную, да, на 49 лет. И эта аренда, она льготная, потому что они платят только минимальную плату за пользование лесов. Ну, то есть для радиослушателей так вот, справка. То есть у нас плата за пользование лесными участками состоит из двух частей. Это минимальная плата, которая полностью идет в федеральный бюджет у нас. И сверхминимальная плата, это которая ведет в областной бюджет. Это которая сверхминимальная. Сверхминимальная плата. Потому что сверхминимальная, кажется, совсем маленькая. Это та плата, которая... Областной бюджет, да? Да, от которой мы уже получаем здесь, в регионе. И если инвестиционные проекты, то есть они начинают эту плату платить только чуть позже, когда у них срок окупаемости закончился, ну, в частности, вот Струлес у нас уже эту плату... — Вот эту сверхминимальную, да? — Сверхминимальную плату, да, платит. Они, когда срок окупаемости у них заканчивается, эта льгота уходит, и они начинают ее платить. Только колхозы, они вообще не платят. И это на сегодняшний момент очень большая проблема, потому что, в принципе, если у нас под инвестиционными проектами 2,5 миллиона кубометров, а то под колхозами 2 миллиона кубометров. — Ну, почти столько же. — Почти столько же, да. это сопоставимые цифры. — И причем вы работаете под суровым контролем и надзором, а колхозы, по-моему, так потихоньку, как уж получится. — Ну, я думаю, что в этом году уже ситуация немножко поменяется. В прошлом году, действительно, все инвестиционные проекты, был повышенный контроль. Практически все правоохранительные органы, которые у нас просто существуют, они побывали на наших площадках, они нас промониторили. У нас, по нам это особенно было, там вплоть до Интерпола у нас дело дошло. — До Интерпола? — Да. — Был такой прецедент. — Кто-то скрывался в наших лесах. — Нет, никто не скрывался, они проверяли наших контрагентов зарубежных. И ну, был такой прецедент. В общем, проверили, ничего не нашли. ну, мы в любом случае, мы открыты для всех, то есть мы понимаем то, что внимание повышенное, и мы можем тут как только бороться, только максимально открыться и максимально всем предоставлять всю информацию об этом. — Ну, это может, у нас плане леса такой, бэкграунд в регионе не очень хороший, да, в последнее время. — Ну, давайте про колхозные это леса. — Да, давайте подробнее. — Давайте поясним, они что делают с лесом-то, колхозы, ничего не платят? — Ну, они продают его на корню. — Все? — Ну, большинство. — Сколько этих колхозов? — Ну, точно я не могу сказать. — Ну, если представь, у них лесосека такая же, как на инвестиционные проекты. — Два миллиона, да. — Да, лесосека сопоставима с лесосекой, которая выделена на инвестиционные проекты. Но при этом на инвестиционные проекты там пристально внимания все. Кстати, вот по поводу налогов, вот 1,8 миллиарда рублей перечислено, налогов от ЛПК, консолидированный бюджет Российской Федерации. Вот из этой суммы, там, условно, надо отнять 300 миллионов, которые с аукционов были получены, остальные, вот сумма, которая там остается, полтора миллиарда, вот, секундочку, 50% от этой суммы, это перечислено инвестиционными проектами. — Серьезно? — То есть 750 миллионов, наверное, практически, рублей, как раз инвестиционные проекты. — Да, да. То есть это основной локомотив на сегодняшний момент лесопромышленного комплекса Кировской области. И, ну, и все говорят, вот там, а с чего вот мы должны вот увеличение иметь там, да? Ну, это вот вопрос, то, что вот обнароданы были данные по планам, что планируется 4 миллиарда рублей, вот, в течение… — Это к какому периоду? — Это к 2020 году. — 2020 году. — Вот, и тут в данном случае не последняя роль инвестиционных проектов в роли увеличения этой отдачи, потому что, как мы знаем, вот очень много проектов были запущены вот в прошлом году, в конце года, в начале этого года. — То есть все еще впереди, собственно, они развиваются. — Они уже только начали работать, они еще налоговые отчисления-то не давали, большие в бюджет в 2017 году. Это несколько проектов, это и Хольцхаус, безусловно, в Лузе. 20 апреля было открытие первой очереди завода. Вот сейчас, надеюсь, что к маю, к июню мы запустим вторую очередь завода. И это Мурашинский фанерный комбинат, который запустился вот в первом квартале, ну, вот буквально в январе у нас запустился. — Там тоже первая очередь еще только. — Там только первая очередь, то есть общий объем там 120 тысяч, сейчас, по-моему, на 60 тысяч запустили в первую очередь. Но при этом эти два проекта, они очень эффективны. То есть, ну, для справки, там, на Хольцхаусе сейчас уже работает 160 человек. На Мурашах, по-моему, тоже в районе 200 человек уже. То есть проекты только еще начали работать, уже достаточно создано большое количество. — Ну, я немножко хочу отвлечься от родственников из Мурашей. Слышал, что прям народ бежит работать на это предприятие. — Да. — Покидает места, прежние места работы и прям охотно. — В Луизе такая же ситуация. Это связано с средней заработной платой. То есть вот у меня табличка 163 человека, 30 тысяч — средняя заработная плата. — Это вот на Хольцхаусе? — Это на Хольцхаусе, да. — Для районного центра. — Для районного центра это очень большие деньги. — В Мурашах, где ребята там специально дом даже построили многоэтажный для своих сотрудников. Конечно, это... И тут вопрос еще, что у нас уже очень большая скрытая такая безработица. То есть это люди, которые вроде бы трудоустроены, но они просто уезжали на вахты. Вот, в частности, из Лузы. Это очень удобно. Там все знают поезд на Воркуту. То есть сел спокойно и уехал на север. — Все знают, он там один. — Он там один. — Поезд на Воркуту. — Есть вроде как электричка ночная такая, плацкартный вагон. Вот. Ну, вопрос, что мы вот достаточно легко, спокойно, например, находим водителей. У нас вот 14 лесовозов уже, каждые по два водителя. И мы спокойно, как только новая машина приходит, мы находим водителей. Они откуда берутся, они просто с вахты возвращаются. — И видят, что работа здесь есть. — Работа есть здесь, и не нужно никуда ехать. Можно спокойно с семьей находиться и работать. — Я прошу прощения, у нас настало время небольшой паузы. Очень небольшой. Николай Юферев, генеральный директор компании «Хольцхаус» у нас в студии. Мы говорим о развитии лесной отрасли. Продолжим очень скоро. Продолжаем нашу беседу. Николай Юферев, генеральный директор компании «Хольцхаус». Не дожали мы эту тему с колхозами, которые мало платят и распоряжаются как хотят. В общем, продают лес на корню. Давайте продолжим. — Ну да, это раковая опухоль. — Проблема, которую надо решить. — Раковая опухоль. — В первую очередь, да. ЛПК Кировской области. И эту проблему, конечно, надо решать. И мы видим, что правительство начинает этим… Оно озадачено этим. И они начинают в этом направлении работать. — А что сейчас? Договоры о ринге расторгать? Это невозможно? — Ну, пока это как-то все выглядит… — Извини, Николай Юрьевич. Эти договоры наверняка там прописаны, что это вот не должно продаваться на корню, это должно каким-то образом перерабатываться, приносить прибыль и приносить какую-то занятость. — Ну, знаете, у нас в лесном кодексе прописано, что продажа леса на корню запрещена. Но, тем не менее, там есть различные схемы, которым образом это все может обходиться. — А кому продают? — Ну, предпринимателям, в первую очередь. Малым предпринимателям, которые потом теневым образом… — Которые вырубают и реализовывают. — И увозят. — Да. — Да. — В основном? — Да. В основном это какая-то примитивная переработка, либо продажа просто круглого леса. — Там же все равно они, условно говоря, сколько платят? Вот так вот сейчас, по льготным условиям, рублей 50, наверное, да? — Примерно сопоставимая цифра, как у инвестпроекта. — Примерно 50 рублей. — Примерно 50 рублей. — 50 рублей за купку. — Получает колхоз, да, платит колхоз за 50 рублей за купку. — 50 рублей всего лишь? — Да. Если он просто продает по 500, условно говоря, да, вот цена аукционная, то он себе обеспечивает определенные деньги, и можно, собственно, коров-то не доить. — Ну, это, собственно говоря, так и происходит. Мы видим прекрасно, там у нас есть колхозы, которые там 60 тысяч аренды, 30 тысяч аренды, где там по голове там 50 голов. И на нем работает там 15 человек. Из них там, наверное, 10 человек не знают о том, что вообще они там, наверное, работают на колхозе. — То есть сущие копейки приносят. — Это все держится только на лесе. Весь колхоз, собственно говоря, и существует только ради того, чтобы этим лесом владеть. Ну, разве они не понимают, что это однажды закончится просто? — Ну, понимаешь тоже, как вот они понимают. У них что, собственно говоря? Если есть это, почему этим не пользоваться? Зачем на завтра-то думать, да? Ну, сам подумай. Ты сидишь где-нибудь там в далеком, ну, в том же Лузском районе, условно говоря, да? У тебя там маленькая деревенька, маленькая ферма, там 10 коров. Развитие, как бы, ну вот сельхозразвитие, как они там разовьются? А у них есть лес. Зачем думать о чем-то? Они его тихонько продают и живут. Если что, люди приехали, мы коров дуем, господи, что вы. — Какой лес? — Да, какой лес? — Это в основном северные районы? — Лесные, наверное, в лесных районах больше. — По всей области эти колхозы расположены. Просто в северных районах расчетки там очень большие, потому что районы более лесные. А так вообще эта проблема, она вообще по всей области. — К примеру, вот мы сейчас говорили об этом колхозе, там у них 17 работников. 17 работников – маленькое предприятие, да? — Так мы в эфире озвучивали это. — Да, там северный колхоз, не буду его называть. Стандартный лосковый район. 17 работников и 27 тысяч лесосека, да? — Да. — Представь. — Зачем работать? — И сколько они уже занимаются продажей на корону? — Ну, я не буду об этом говорить, я аж этого не знаю. Просто говорю, вот соотнести, чтобы можно было понять, что на самом деле хозяйство, ну, практически это отсутствующее хозяйство. — Ну, ваше-то видение, Николай, тут с какой стороны нужно подходить? Как, собственно, приводить в норму, чтобы отчисления было больше? — На сегодняшний момент самое главное, что этим вопросом озадачились, уже сейчас есть правительственная у нас комиссия, которая там ездит по этим колхозам, считает коров. — Ездит, считает коров. — Ну, это как бы смешно, может быть, звучит, но тем не менее ревизия началась. И вот по итогам прошлого года где-то в районе 100 тысяч кубов было расторгнуто договоров с колхозами. Это вот результат вот этой работы, которая вот на сегодняшний момент началась. И она будет активно вестись в этом году. Я уверен, что там есть моменты, каким образом эти договора расторгнуть. — Там они, скорее всего, с какими-то обременениями все равно создавались. — Это история, которую мы сейчас только что за эфиром обсудили. То есть там, ну, там элементарные. Там буквально чуть-чуть копнуть там, да, то есть любое там собрание вот этих колхозников там, да. — Пайщиков там как у них. — Да, его проверить, там все поймут, что там словно на этом собрании нормальных подписей только председателя там и может там еще двух человек. Остальные даже, наверное, не знали. — Остальные даже не знали, что собрание там проводилось, какое-то решение принималось по продаже того же леса. — Какое-то решение принималось там, да. — Во многих колхозах этот лес просто уже даже, уже даже вот эта аренда, она уже на кого-то перезаключена. То есть даже они просто продали, по-русски говоря, и все. Понимаешь? А он числится, вот если угадать с точки зрения государства, числится по-прежнему, что как будто бы поддерживает селян. Конечно, ревизия нужна очень такая значительная, серьезная. — Ну, это в первую же очередь это вопрос, что это очень большой потенциал для роста налоговых отчислений в бюджет. То есть даже элементарно, если эти договора расторгнуты на сегодняшний момент. — Лес свернуть в оборот нормальный, да, в коммерческом. — Сюда можно еще там условно удвоить количество инициационных проектов, которые у нас там на Кировской области там на сегодняшний момент находятся. Либо же выставить все это на аукцион там, да. — На аукционы. — Лесники жалуются, леса нет, не хватает. Да, здесь вот сколько его есть, и он просто им недоступен. — Ну, вот это основная проблема, что у нас на сегодняшний момент у нас действительно леса-то нет, то есть свободного. То есть у нас вот есть 17 миллионов расчетка, из них мы осваиваем 9 миллионов. Но вот этот остаток 8 миллионов — это, можно сказать, это лес, которого нет. Он числится на бумаге. — Как так-то объяснить? — Это, знаете, на самом деле везде. В среднем по России, вот у нас показатель вот этот, вы видите, он больше там 50 процентов по освоению расчетной лесосеки. И можно сказать, что мы выжили практически все, что может, потому что в среднем по России этот показатель где-то в районе 25 процентов. — Освоение? — Да, это проблема лесоустройства. Это проблема, что лесоустройства не было давно на участках, уже более там где-то 20 лет. — Под лесоустройством мы понимаем? — Это анализ лесосеки, это когда человек идет в лес, смотрит его, носит данные его характеристики, соответственно, уменьшается либо увеличивается запас древесины. И вот эта проблема, она существует... — А там существует какой-то параметр. Вот мы 50 процентов осваиваем, 9 миллионов. Не знаю, это хорошо, это плохо. — Это выше, чем средняя по России, но по большому счету это... — Это близко... — Нет, я с той стороны, чтобы лес-то не угробить окончательно. — Но у нас, скажем так, лидеры, там, например, Республика Коми, там, или Иркутская область, там где-то этот процент, он в районе 70, 60-70 процентов. — А счет ССССР — это ведь не весь лес, который в Кировской области есть. — Никто же не собирается... — Ну, это все равно серьезная территория. — Это как у охотничьих ресурсов. Сколько-то можно отстрелять, сколько-то можно вырубить. — Сколько мы можем выбирать. Просто она, вот эта цифра, она 17, она завышена просто. Ее, по факту, ее нет. И поэтому вот эти 9 миллионов — это вот реальное положение вещей, тот лес, который у нас, собственно говоря, есть. И он на сегодняшний момент весь заготавливается. И он весь распределен. То есть если говорить о каких-то резервах, то это понятно, что сейчас это некая сортировка предпринимателей, кто эффективно работает, кто неэффективно. Ну а кто вообще там мошенническими, жульническими какими-то способами ведет лесное хозяйство. — А в течение какого времени эти 9 миллионов? — Нет, 9 миллионов — это вот то, что в течение года. — А, в течение года? — Да. — Это годовая сумма. Ясно. Какие еще проблемы, уже более какие-то мелкие видите в этой сфере, с которыми тоже нужно бороться? — Ну, в первую очередь, это, конечно, предприятия, которые сейчас работают в белую, им на самом деле тяжело выдерживать конкуренцию с предприятиями, которые там работают в темную. Понятно, что они могут давать лучшие условия на тех же аукционах, например. То есть, например, мы вот не можем себе позволить идти покупать там по 500 рублей. Потому что из этих 500 рублей, которые мы там купим на корню, нам нужно заплатить еще 500 рублей налогов на куб. Вот как в среднем по нашей презентации получается. Безусловно, мы не конкретно. Хоть до смешного, там министр приезжает на площадку в ЛУЗУ, идет к нам на предприятие, слышит там 30 тысяч, идет на предприятие за забором, ему там в открытую, не стесняясь говорить, что у них 8 тысяч зарплата. Конечно, это проблема, и с этой проблемой нужно бороться. Какие пути могут быть? Не допускать к аукционам такие фирмы? В первую очередь, я не сторонник каких-то репрессий, как все говорят. Я считаю, что людей надо как-то мотивировать к тому, чтобы они становились более прозрачными и платили, честно, налоги. Материировать их можно в данном случае только сырьем. И тут вот очень важный момент, что в конце прошлого года были внесены изменения в лесной кодекс. В российский, да? В российский лесной кодекс. Появился пункт по конкурсам. То есть, раньше у нас распределение лесных участков были только либо аукцион, либо инвестиционный проект. То есть, сейчас появилась тема с конкурсами. Сейчас там нужно кучу подзаконных актов сделать. Ну, по нашим прогнозам, где-то эта тема в августе, в сентябре она уже… К концу этого года уже заработает. Она заработает. А в чем будет разница между конкурсом и аукционом, скажем так? По конкурсу ряд параметров оценивается. То есть, помимо просто денег? Ну, начнем с того, что вот эти аукционы, которые проводились в Кировской области, они были как по краткосрочному пользу. То есть, вот ты взял участок лесной массив, вырубил его один раз и все, ты его больше не рубишь. То есть, вот эти все лесохозяйственные работы, это правительство области брало на себя. Это достаточно большой объем бюджетных средств. Сейчас на это нужно будет израсходовать, чтобы правительство области самостоятельно за этими участками, ну, скажем так, провела все лесохозяйственные работы, которые вырубили предприниматели. Они уходили от участка по 500 рублей. То есть, конкурс, он предусматривает передачу долгосрочную аренду. То есть, это передача в аренду на 49 лет, ну, либо, может быть, меньше. И где арендатор сам несет все эти затраты. То есть, полностью все затраты несет на этом участке. Да, да. И вот при передаче вот этого участка… То есть, ответственности больше становится на нем. Да, да. То есть, не тратятся бюджетные деньги. Соответственно, он обязан вести охрану от незаконных рубок, он обязан охрану от пожаров вести, он обязан делать все лесохозяйственные работы и работы по уходу за этим лесом. Это достаточно большой клок работы, достаточно дорогой. Это же большие затраты. Да, это большие затраты. Это вообще подъемно для предприятий, которые работают? Ну, на сегодняшний момент экономика ЛПК, она благоприятная. То есть, мы все видим курсы валют, цены на основные позиции по пиломатериалам. Так, поясните, при чем здесь курсы валют? Потому что экспортная продукция. А, экспортная. Ну, да, так получилось, что у нас… А, я же забыл. Господи, мы же за границу много чего представляем. Да, лес – это тот продукт, который у нас экспортируется. И, соответственно, он привязан у нас к внешнеэкономическим факторам. Там в Японии сейчас деревянное домостроение там активно развивается. Так нет, закупают и Китай. Вообще, я насколько помню, там основные направления леса из Кировской области либо к портам, либо туда, в сторону Китая и Японии. Ну, по-разному, да. Ну, вещь в том, что, в принципе, основная продукция, которая у нас там экспортируется пиломатериалов, фанера, они сейчас имеют хорошие цены. И, в принципе, это позволяет лесопереработчикам давать хорошие цены на сырье. В связи с этим я уверен, что если сейчас будут проходить конкурсы, то… А там одним из параметров ключевых будет цена. То есть там вообще три ключевых параметра. Наличие глубокой переработки – это наличие белой зарплаты и это… Вот как раз о чем мы говорили, что это поможет немножко разгрузить рынок от черных фирм. Предприниматель там, черную лесорубку, который там платит… Они, кстати, сейчас вот минималку же подняли там, на 10 тысяч. Какое они решение нашли? Они там встали просто не на полный месяц… Да. Конечно. И реально предприниматель, который там платит там 8 тысяч рублей зарплату, который там не имеет никакой переработки, который там… Даже если он там предложит цену 500 рублей, у него шансов мало будет, потому что будет комплекс. То есть у него нет переработки, у него нет белых зарплат. Да. И он как бы таким образом как бы немножко из ниши это уходит. Он уже уходит из этой ниши. То есть задача не какие-то там 100 рублей выторговать уже будет, а тут будет задача найти этому лесу, адекватного хозяина, который будет развивать его, будет в долгосрочной перспективе уплачивать налоговые платежи и платить адекватную арендную плату. То есть сейчас уже никто не говорит, что это вес проекта там по 50 рублей там отдавать. То есть это параметры примерно, как я вижу такие, что это где-то минимум 250-350 рублей это цена, но это средняя зарплата там где-то 25-30 тысяч рублей. Ну не ниже средней по области в любом случае. Да, да, да. И это наличие глубокой переработки. Это либо деревянное домостроение, либо производство фанеры. То есть это продукция высокого передела. А третье условие мы озвучили? Глубокая переработка, делая зарплата. И цена. А, цена. Три параметра при конкурсе. Ёлки-палки, реклама у нас. Ой, да, в поле реклама. Ну ладно. Давайте сходим быстро и продолжим нашу беседу. Перспектива развития лицепромышленной отрасли нашего региона на примере компании «Хольцхаус». Генеральный директор данной компании у нас в студии Николай Юферев. И мы продолжаем. А сколько у нас вообще инвестпроектов? Мы озвучили цифру на территории региона? Ну, на сегодняшний момент это «Хольцхаус», «Стройлес», «Алмис», «Лестихсна плюс», «Партнер», «Навятский лыжный комбинат», «Вятский фанерный комбинат» и «Укалисхоз». Это 8 инвестиционных проектах. 8 инвестиционных проектах. Почти 10, да? Есть информация о том, что региональное правительство будет некую ревизию проводить? Ну, она проводилась весь прошлый год. Вы как раз говорили в самом начале, да, что прошлый год очень пристальное было внимание ко всем проектов. Сейчас мы видим, что последние заседания законодательного собрания, там, все массово призывали проводить ревизии инвестиционных проектов. Ну, мы же думаем, что и в этом году мы будем на особым контроле. А каковы основания-то? Ну, мне кажется, в первую очередь, это, конечно, известный всем процесс. Вот, наверное, вот это основное основание. Судебный процесс в Москве, бывшим губернатором, да. Видимо. Потому что там как раз упоминался один из инвестиционных проектов как... Два. Два проекта, да, как раз. И вроде бы как уже как данность была преподнесена, что это неэффективный проект. И что можно предполагать, что результат этой ревизии будет для кого-то отрицательным? Да. Из этих инвестиционных проектов? Я думаю, да. Ну, вот, не хотелось бы всего говорить, но по нашей информации там, да, один инвестиционный проект, который наиболее такой известный, нашумевший, одиозный такой. С ним похоже, что будут расторгать договора. О, так лес освободится. Да. Это причем самые лучшие участки в Кировской области, самые такие высоколиколиквидные. Поэтому я призвал бы сейчас предпринимателей готовиться к конкурсам. А его опять какому-нибудь большому не отдадут игроку? Я думаю, что нет. Опять-таки же, по информации, какой мы обладаем, то есть, скорее всего, это будет каждый район. Там расчетная лесосека по многим районам. А сколько у нас в сумме? Где-то около 400 тысяч. 400 тысяч кубометров в год. Да, это вот если взять нашу расчетную лесосеку, это в два раза больше, чем у нас сейчас, например. Вот, и я бы предпринимателям советовал бы уже выходить из тени. Готовиться к конкурсам? Да, показывать белую зарплату, потому что будут анализироваться данные за год. Не поздно еще. Это можно успеть сделать в этом году? Ну, надо просто поднять, да, зарплату. Вот, и более детально. Летер приходит мужики, я вам поднимаю зарплату. Да. Мужики-то ту же самую получат, он просто официально оплатить начнет. Мужики начинают налоги платить, вот что он может сказать только. Очень большая вероятность, я думаю, что реально так и будет, что эти участки будут под конкурсы отведены. Как раз таки вот про те, которые мы говорили, про эту новую систему. И конкурсы в лесном кодексе появились, и участки, возможно, освободятся. Здорово, конечно, было бы, да. Кстати, а основной смысл появления вот этих конкурсов? Ну, просто… Изменения на федеральном уровне, да, законодательства? Так это же не только в Кировской области история. Мне кажется, тут ситуация какая получилась. Рынок очень сильно рос в последние годы, и цена лесоматериалов очень сильно поднялась. И вот эта минимальная ставка, исходя из которой велся весь расчет, она свою актуальность немножко потеряла. Ее, конечно, сейчас поднимают, и вот в ближайшие три года она где-то процентов на 50 увеличится. Но, тем не менее, она все равно очень сильно отстала от рыночной. И вот этот процесс, сам механизм ПИПов, приоритетных инвестиционных проектов, получилось так, что… Хорошее сокращение ПИП. Да, инвестиционные проекты на стадии окупаемости, они получали там реально по 17, по 20 рублей. Эти участки, когда рыночная цена, их вот мы в индикатор увидели по конкурсам, по аукционам. От 350 до 500 рублей. И вот был такой механизм обратно возвращен, чтобы уже власти субъекта сами принимали решения. Например, или они хотят видеть там инвестора большого там какого-то, кому они эти участки передадут под инвестиционный проект. Было, скажем, с этими проектами, да, там был большой некий инвестор, которому взяли, отломили такой здоровый ломотик. Примерно так, да. Вот. Ну, это такой отрицательный пример. В других-то субъектах было немножко по-другому. Ну. Вот. И… Мы особенные. Либо же взять участки, передать на конкурс и уже сейчас получить выгоду в бюджет. То есть сверх минимальную плату, изначально ее уже зашить в условии конкурса. Ну, и при этом получить нормального, адекватного арендатора. Никакого-то… Ну, как не тот, который пришел, ушел, да, вырубил и все бросил. Да, как на аукционах сейчас. То есть вот такое среднее промежуточное зоно, на мой взгляд, абсолютно правильное. И его нужно реализовывать. Мы вот в начале беседы упоминали, что сейчас вот в Лузе ведь не только ваш вот ПИП реализуется, да. Луза – это моногород, и там активно работает фонд поддержки моногородов. Вы как-то с ним пересекаетесь? Ну, конечно, постоянно пересекаемся. На шуме, ну, опять-таки, в прессе мы публикуем всю отчетность о том, как мы взаимодействуем. И наш опыт, он такой был первый и показательный. И мы видим сейчас, что вот этой дорожкой, которую мы проторили, очень много компаний пользуются. Что именно? Какой опыт? Это предоставление займа под пять процентов. То есть фонд развития моногородов вам? Предоставил займ в размере 170 миллионов. Ух ты! Да, под пять процентов годовых. И там отсрочка еще два года идет платежам. То есть выгодный займ-то? Да, конечно. Ниже ставки рефинансирования? Да, банк. Ни один, конечно, такой займ не даст сейчас. Вот. И мы сейчас видим, что вот в Демьяново, в Жашердске ЛПК. У вас там недалеко? Да, пошел. Какой ЛПК? В Жашердске. В Коми, в Коми же. А, это филиал, да. В Кировской области они пошли по нашему же пути. Вот сейчас у них, по-моему, уже одобрено предоставление 200 миллионов займ. Угу. Тоже на льготных условиях, да? Да, да. И еще плюс там фонд активно начинает работу по Демьяново в плане инфраструктуры. То есть там уже выделено 100 миллионов рублей на дорогу. Вот в самом Демьяново. Поэтому вот этот механизм, который начинает сейчас уже работать, и все предприятия, которые расположены ему на городах. А у нас их 11. Да. Они эти механизмы могут пользоваться. Они понимают, что это выгодно. Вот и даже я понимаю, что это выгодно, да. Конечно, на таких условиях можно существенно реконструировать свою перерабатывающую инфраструктуру всю. Вы, простите, эти 170 миллионов куда хотите направить? Или уже направили? Мы уже направили на покупку сушильных камер. Мы направили на покупку трех сортиментовозов в Скане. Мы купили новый лесозаготельный комплекс «Жандир». И сейчас у нас еще как бы 80 миллионов они как на счету. Просто мы пока их не можем тратить, пока не сдадим помещение цеха клееного бруса фонду. То есть мы должны им передать его. То есть эти деньги вообще целевые? То есть вы заранее все проговариваете, что будет приобретаться? Да. Да, проговаривается, что, куда эти деньги пойдут, какие нужды. Договора, поставщики, все они проверяются. И, соответственно, у нас остаток остался. Это комплект оборудования для производства клееного бруса. В цех, который сейчас уже завершается его строительство. И на этом уже инвестпроект завершится уже. Угу. Угу. Есть еще пару минут у нас. Я хочу тоже вернуться в самое начало. Вот то, о чем говорил замбрет Максим Кочетков. Несколько концепций нужно разработать. Он сказал о развитии деревянного домостроения, лесного машиностроения и интенсивного лесопользования и воспроизводства лесов. Вот лесовое машиностроение. Речь идет о чем? О производстве... Станков. Техники? Станков? В данном случае речь идет о том, чтобы на наших предприятиях, промышленных предприятиях Кировской области, производить деревообрабатывающее оборудование. Чтобы мы могли себя сами обеспечивать оборудованием. Там, насколько я понимаю, много чего импортного, да? Ну, практически все импортное. Хотя у нас на предприятии много достаточно отечественных вещей приобретено. И вещей, которые в Кирове сделаны. В частности, вот сушильная камера у нас это кировская фирма энергоавтоматика. Довольны? Да, мы довольны. У нас они на всех трех заводах стоят. В Котельниче, в Даровском и в Лузе. И, конечно, там цена, она значительно ниже, чем импортная камера. То есть у нас сушильный комплекс 120 кубов. Это где-то в районе 5,5 миллионов рублей. А импортная цена там начинается от 250 тысяч евро. Да, почувствуете разницу называется? Разница серьезная. И поэтому по качеству ничем не уступают. И абсолютно хорошие камеры. Линия сортировки пиловочника сделана на кировской компании «Дизелес». Совместно с компанией «Алмаз». У нас на самом деле очень много компаний, которые… Уже занимаются этим, да? Да, вот эти вещи. Машиностроением. Машиностроением. То есть вот «Дизелес» они очень известны по своим прицепам. То есть они уже далеко за рамки Кировской области вышли. Сейчас вот едешь по Коми. Их прицепы везде, везде. То есть причем-то небольшая компания нашла свою нишу. Ну и вот вещь, вся задача программы в том, чтобы расширить перечень этого выпускаемого оборудования и идти уже дальше. То есть вот не только там, например, прицепы, какие-то простые вещи, а уже какие-то более сложные вещи делать, какие-то станки. Вот. Тем более такие предприятия имею. Речь идет о конверсии оборонных заводов. Им надо их производить. Они могут их производить и это. Да, да, да. Ну пока, конечно, те цены, я так понимаю, которые уставляют оборонные заводы, они получаются дороже, чем импортные оборудования. Ну так это со временем, я надеюсь, пройдет. Тоже пока проблема, да, с этим. Да, я так вижу, что им сильно, наверное, пока есть гособоронзаказ. У них пока есть заказ, да. Им это сильно не надо. Пока есть заказ. Не привыкли там работать с рентабельностью 300%. Что ж, не смеем больше отвлекать. Как известно, сейчас зимой в лесу горячая пора. Надо заниматься заготовкой. Николай Юферев, генеральный директор компании «Хольцхаус». Спасибо большое. Сейчас у нас новости, тематические программы и уже новая тема через 20 минут.